Привет! Меня зовут Людмила Лазарева и вы буквально в реальном времени наблюдаете за тем, как я улучшаю себе, восстанавливаю себе зрение. Совсем недавно у меня было минус 12, месяц назад у меня было минус 7 и где-то примерно неделю назад у меня было минус 6,25, сейчас у меня уже ближе к минус 6. Сегодня я открою вам один маленький, но очень важный секрет. Смотрите внимательно. Существует 9 упражнений, которые значительно повышают остроту зрения. Первое упражнение. Нужно встать перед каким-то объектом, который расположен на расстоянии от нас, ну примерно так, чтобы вот мы видим его без очков, без линз. Мы видим его достаточно резко, но не так, чтобы прям вот идеально. И моргая, мы смотрим на этот объект, настраивая свое зрение, не напрягая глаза, настраиваем свое зрение так, чтобы добиться остроты зрения. И вот когда мы начинаем видеть этот объект достаточно четко, мы переходим к другому упражнению. Другое упражнение мы просто просматриваем в хаотичном порядке, бросаем взгляд от предмета к предмету, расположенных на расстоянии где-то совсем вблизи и вдали от нас. Таким образом опять же мы настраиваем свое зрение так, чтобы не напрягая глаза, видеть все четче и четче. И в конце концов мы начинаем замечать то, что раньше нам было недоступно нашему взгляду. Более четко видим предметы. Третье упражнение. Выбираем опять же какой-то объект и представляем себе, что мы взглядом, глазами, опутываем его в хаотичном порядке какой-то ловчей сетью. Вот опутываем, опутываем, опутываем этот объект. Потом начинаем распутывать его тоже в хаотическом порядке. Четвертое. Ну естественно без пальминга тут не обойтись. Пальминг. И мы можем использовать при этом еще узел счастья. Узел счастья я вам показывала, это такой вот виртуальный коврик, по которому можно возить взглядом и глаза при этом отдыхают. Таким образом мы учим глаза смотреть без напряжения, что очень важно. Следующее упражнение. Мы опять же смотрим на объект, который находится на приличном от нас расстоянии, так чтобы мы видели его не мутно и не слишком четко. И начинаем бегать взглядом вправо-влево, вправо-влево, периодически моргая, не сосредоточивая взгляд ни на чем, но в то же время стараясь увидеть и запомнить каждую деталь. Следующее упражнение. Мы делаем абсолютно то же самое, но при этом мы слегка еще покачиваем головой. Добившись повышения концентрации внимания, рассеянного внимания, мы переходим к следующему упражнению. Следующее. Мы усложняем задачу, поставленную перед собой. Мы взглядом описываем по этому объекту восьмерку, как бы восьмерку, и в то же время слегка-слегка-слегка поворачиваем голову. Так мы учим глаза смотреть, не напрягаясь. Продолжаем учить глаза правильно видеть. Вот как мы рассеянно бегали взглядом по окрестностям, пытаясь рассмотреть их, так же мы начинаем рассеянно бегать взглядом по объекту, пытаясь увидеть его, рассмотреть каждую деталь. То есть мы не стараемся рассмотреть этот объект в деталях, а мы просто рассеянно бегаем взглядом и в то же время пытаемся запомнить каждую деталь, которую мы заметили. И затем мы переходим к питанию глаз. Питание глаз у нас заключается в том, что желательно, чтобы было солнце. Солнечный день. Это нечто вроде соляризации. Мы закрываем глаза, закрываем глаза ладонями и смотрим на солнце, слегка поворачивая голову. Потом мы убираем ладони и точно так же, слегка поворачивая голову, смотрим на солнце. Потом, так же, как при соляризации, мы поворачиваем голову так, чтобы убрать ее от солнца, и чтобы часть головы у нас оказалась в тени, часть головы у нас оказалась на солнце. И где-то через минуту мы накрываем глаза ладонями и делаем уже полноценный полновесный пальминг для того, чтобы глаза напитались солнечным светом. И под занавес еще одно упражнение, которое позволяет развивать и остроту зрения, и убирает утомляемость глаз, и в то же время развивает память. Ставим свечу, зажигаем ее, и где-то минуту-две мы смотрим на огонек свечи. Внимательно следим за ним, за его движениями, и стараемся запомнить, как он двигался. В следующем видео я расскажу о том, что такое ложная близорукость, и чем ложная близорукость отличается от прогрессирующей. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, и вы будете первыми получать все новые видео о том, как восстановить зрение дома, в домашних условиях, самому, без вмешательства окулистов. Всем пока, увидимся! Субтитры подогнал «Симон»